Раз-два-три. 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 Если звук, звука нет. Так. Раз-два-три. Так, звук есть. Да. Давайте традиционно подожду. Подождем подключений. Всем добрейшего утречка. Или там, кто будет записи смотреть. Доброго дня. Пятый день сегодня. Заключительный по теме дыхания. И... Ну, чуть пока собираются все. Чуть про дыхание. У нас есть внешнее дыхание и внутреннее. Внешнее дыхание – это процесс захвата кислорода дыхательной системы. То есть, это все, что связано с мышцами, все, что связано со связками, сухожилиями, которые обеспечивают втягивание в легкие, через бронхи и так далее, воздух. И также транспорт этого воздуха, этих молекул О2 к клеткам. То есть, кровеносная система тоже участвует во внешнем дыхании. А понятно, да, на что мы воздействуем, когда мы тренируемся дыхательными вот этими упражнениями мышцы, которые обеспечивают бесперебойный вот этот вот дох-выдох. Внутреннее дыхание – это уже процессы внутри клетки, которые... Там биохимические процессы, вот эти митохондрии, эти вот электростанции, тепловые станции, которых там в клетке каждый, по-моему, под 2000. Это такие, как размером с вирусы, такие органеллы. Вот. Ну, мы комплексом, который я сейчас даю, развиваем именно внешнее дыхание. Если заниматься такой йоговской ядреной пранаямой с длинными задержками, с длинным дыханием, с таким вот замедлением, там мы уже можем зайти в развитие внутреннего дыхания. Но это я вначале говорил, что это такое достаточно уже... Ну, без присмотра лучше я бы не делал онлайн как-то. Хотя мы в конце что-то дышим. Вот Нади Шатхана. Хорошо. Ну, и метафорический вдох – это у нас. Ну, и физически вдох – это напряжение, это... Попробую сейчас вдохнуть и почувствовать, что произошло. Напряжение. Сократились мышцы межреберные, диафрагмальные, и мы создали объем в легких. То есть мы его увеличили в грудной клетке. А так как в грудной клетке лежат легкие, они начинают тоже увеличиваться, создается область низкого давления, туда поступает... Если мы рот и нос не закрываем, то поступает воздух. Выдох. Вдох. Почувствовали. Выдох. Что это? Это связано с расслаблением. Так вот, у нас с самого рождения мы делаем вдох-выдох, вдох-выдох. То есть напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Ну формально активация симпатическая система, парасимпатическая, симпатика, парасимпатика. Если вот так вот все в гармонии, ну скажем так, если не мешать организму, то будет такой баланс. Также косвенно влияние дыхания, вот этой геофрагмы, ну всего дыхания, это на внутренние органы. То есть происходит массаж, дренаж, изменение давления в каждом внутреннем органе, который внизу лежит, вверху лежит. То есть дыхание достаточно серьезная штука, вернее его нарушение достаточно серьезно может ухудшить жизнь. А свободное дыхание может серьезно улучшить жизнь. Вот чем мы будем сейчас заниматься. Я думаю, достаточно для вступления. Все, кто хотел, присоединился. Давайте начнем с небольшой настройки. Настройка тоже будет с дыханием. Давайте вдох делаем. Сейчас с телом ничего не нужно делать, просто пусть оно сидит, как вот ему удобно. И очень важно расслабить позвоночник, расслабить мышцы, расслабить живот, руки, ноги, чтобы тело, там же у нас есть какая-то внутренняя энергия, да, все вот, оно само расправит. Вот, особенно у кого позвоночник уже там как-то искривлен, осанка, оно само расправит. Вот, благодаря дыханию и внутренним процессам, и энергия же у нас тоже, мы на вдохе как бы так расширяемся, как бы касаемся мира больше на выдохе. Вот выдох давайте использовать как очищение. Выдох мы стекаем в точке опоры. Вдох расширяемся во все стороны, в том числе макушка и вверх. Но это все мы делаем вниманием, мы не специально, не напрягаемся. Ну, что-то такое, какое-то специальное телодвижение не нужно делать. Просто представьте себя, как такого зайчика, который надувается, знаете, резиновый зайчик. И с выдохом выводим лишнее, отработанное и ненужное. И как с таким весом, как бы с выводом веса тела вниз, как бы сливаем и отпускаем все, что нам не надо. То есть вдох мы впускаем, вот еще одна метафора, принимаем. Вот если есть какая-то тревожная ситуация, принимаем ее, выдох, опускаем, не цепляемся. Добавляем к нашей практике улыбку. К любому своему действию по жизни добавляем улыбку. Хотя бы внутреннюю, вернее даже внутреннюю улыбку. Чтобы это, всегда же видно, человек вот сияет, довольный или такой, что-то там накрутил. И вот наша практика будет лучше проходить, если мы улыбнемся и почувствуем. Давайте еще ощущения добавим. Тело, мышцы, телесные ощущения. К поводу телесных ощущений я сбрасывал на канале Телеграм ролик Мин Гюна Ринпоче, монаха буддийского. Который там, там буквально 5-6 минут, послушайте, вчера или позавчера выкладывал. Послушайте, он как раз про ощущения тела говорит. Как он это делает. Вот я сейчас чувствую, у меня окно, кстати, уже расцвело окно, и я чувствую такой холодок оттуда. Я чувствую. С этой стороны так тепло. Внизу чувствую опору. Вверху чувствую легкость. Одежда. Дыхание. То есть много ощущений, которые можно почувствовать. Ладно. Поднимаемся. Пока. Пока.